Деньги появились в результате экономических отношений между субъектами хозяйственного и государством. Обнаруженные при раскопках городов и поселений денежные знаки позволяют посоздать нам отдельные аспекты истории. В 2020 году Гижигинской археологической экспедиции при исследовании объекта культурного наследия город Гижигинск были найдены артефакты, свидетельствующие о функционировании объекта. В том числе собрана достаточно представительная нумизматическая коллекция. Ее анализ и интерпретация позволят нам дополнить неизвестные страницы истории с северо-дальнего востока России. И представляется актуальных описаний, систематизация и интерпретация. Цель нашего исследования — это восстановление истории появления и использование денежных знаков в Гижигинске. Научное виза исследования определяется введением в научный оборот новых археологических источников, связанных с историей первого города на территории Магаданской области. Предмет, объекты и задачи представлены на слайде. Методы также представлены на слайде. Хронологические рамки исследований — это вторая половина XVIII — начало XX веков. Этим временем датируется коллекция, собранная в результате Росопа 2019-2020 годах. Георетические рамки исследований также представлены на слайде. Она из нумизматической коллекции УКН «Город Гижигинск» позволила определить 24 из 25 денежных знаков. Из них 5 датированы второй половиной XVIII — начало XX веков. Это монеты Российской империи. 18 денежных знаков — это монеты СССР. Одна монета произведена за рубежом, и одна монета не была определена из-за ее неудовлетворительной сохранности. Денежные знаки Российской империи представлены пятью денежными знаками, номиналами от одной до 50 копеек. Вы видите их на слайде. В основном это монеты, произведенные из серебра и меди. От Чиканина они были в период правления Екатерины II, Николая I, Александра II и Николая II. Особо можно отметить сибирскую монету номиналом в 10 копеек, которая изготавливалась из колыванской меди. Чиканили ее на сузунском монетном дворе, который был основан в 1766 году в Сузуне, рабочем поселке на территории современной Новосибирской области. Монета предназначалась исключительно для обращения в Сибирь и не принималась на территории европейской части страны. Такая политика вызвала ряд трудностей. Дело в том, что государственные казначейства принимали оплату налогов и податей от крестьян исключительно серебро. Но в свою очередь крестьяне также продавали свои товары за серебро, из-за чего курс сибирской монеты падал, и падали доходы царского кабинета. Приезжавшие в Сибирь купцы также отказывались от использования сибирской монеты. В результате этого с 1781 года Сузунский монетный двор получил право на чеканку общей российской монеты, и это стало выходом из сложившегося положения. 50 копеек 1897 года выпуска начали чеканить после денежной реформы под руководством Сергея Юрьевича Витте, в ходе которой основой денежного обращения стал золотой рубль. До этого основным считалось серебро. Петербургский монетный двор был перегружен изготовлением золотых монет, поэтому части банковских монет чеканили на Парижском и Брюссельском монетных дворах. За три года с 1896 по 1898 включительно тремя дворами изготовлены банковые серебряные монеты на сумму около 140 миллионов рублей, и это больше, чем за предыдущие полвека. Монета, найденная в Гижигинске, была чеканена на Парижском монетном дворе за 7500 километров от него. Монеты эпохи СССР в количестве 18 экземпляров представлены на слайде. Самые ранние из них номиналом 1,3 копейки датированы 1924 годом выпуска. Введенные в обращение медные монеты после денежной реформы 1924 года своим размером и весом полностью повторяли дореволюционно, но изображения и надписи по очевидным причинам у них отличались. Этот шаг обуславливался практической необходимостью. Ленинградский монетный двор не мог обеспечить нужный объем выпуска монет, и было решено перенести часть производства на ленинградский завод «Красная заря», для которого не составило труда отчеканить несложные в производстве монеты. Также советская власть считала, что возвращение к дореволюционному стандарту должно было повысить уровень доверия к советской денежной системе и вернуть цены до военного уровня. Но через два года было решено снизить вес и диаметр выпускаемых монет, а также перейти от меди к более легкой и удобной алюминиевой бронзе, что окончательно оборвало связь и преемственность первых советских монет с монетами дореволюционной России. В период СССР на всех монетах изображали герб СССР, причем на монетах до 1936 года фиксируется герб образца СССР 1923 года с шестью перевязями ленты на колосях пшеницы, что соответствовало количеству входивших на тот момент в состав Союза республик. На монетах же 1938 года изображался герб образца 1936 года с одиннадцатью перевязями ленты на колосях пшеницы, также по числу союзных республик. В обоих случаях герб был упрощен и не имел текста на ленте. В советский период монеты изготавливались из алюминиевой бронзы, имеющей красивый золотисто-желтый цвет и высокую коррозийную стойкость. Кроме того, использовался медно-никелевый сплав, который пришел на смену серебряным монетам в 1931 году. Его основа составляет медь и никель с добавлением небольшой доли других металлов. Такие монеты были достаточно устойчивы к воздействию окружающей среды. Они имели серебристый цвет, тем более они были более дешевые. Население спокойно восприняло этот шаг, поскольку уже несколько лет наблюдалась стабильность в экономике и ценах. Монета из Японии. В центре характерно для восточных денежных знаков квадратное отверстие. Изготовлена из сплава меди с латунью. По мнению специалиста Токийского университета Хадеки Хариучи, это японский денежный знак коней Цухо. Использовался с 1626 по 1868 годы. В период и до под властью Сюгуната Токугава и 300 магнатов. То было время экономического роста, строгого общественного порядка, массового увлечения культурой и искусством. Номинал найденной монеты оценивается в 4 мон. Это была повседневная валюта простого населения, используемая для небольших платежей. Найденная монета свидетельствует о культурных и экономических связях с северо-дальнего востока России с Японией и другими странами Азиатского и Тихоокеанского региона как минимум с 17 века. Использование японских монет подтверждает факт присутствия в Гижигинске и японской рыболовной фактории. Наше исследование подтверждает, что в Гижигинске с середины 18 века велась активная торговля. Об этом свидетельствуют и другие находки – весы, разнообразные гири и фрагменты счет. Наравне с монетами в товарообмене непосреднюю роль играли и предметы меновой торговли – бусы, гребешки и прочее. Основные выводы представлены на слайде. Можно отметить, что несмотря на устоявшуюся в исторической литературе убеждения о меновом характере торговли на севере, количество найденных в небольшом роскопе монет свидетельствует, что товарно-денежные отношения в Гижигинске и на сопредельных территориях были практически с самого его основания. И что доказывает выполнение одной из главных функций поселения – торгового центра на севере и востоке страны. Проанализированная нами нумизматическая коллекция ОКН «Город Гижигинск» открывает новые направления исследований. Как велась торговля с иностранцами в разные периоды развития города? Или о том, какими денежными знаками пользовались жители с 1917 по 1924 годы? Монеты этого периода не найдены. Почему? Вопрос остается открытым. Отсутствие монет позже 1938 года выпуска также может быть не случайным и направляет нас на поиск реальных причин закрытия Гижигинска, возможно, связанных со сталинскими репрессиями. На слайдах представлен список литературы, источников. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...